Культурную жизнь в регионе хоть официально и приостановили, но она продолжается уже в виртуальном пространстве. В регионе с 19 марта из-за угрозы распространения коронавируса отменили все массовые мероприятия. Но как все же побывать в музее или на концерте, при этом не выходя из дома, знает вас Сарасадина. Сюда засыпалось зерно и уже сеятель выходил в поле и раскрасывал, то есть вот таким вот путем засевался поле. В Краевическом сегодня пусто, зато познавательно. Производство хлеба от зернышка в коробе до колоска в поле рассказывает пытливым виртуальным зрителям сотрудник музея. После того, как хлеб, собственно, был убран, его свозили на ток и там происходил обмолот зерна. То есть бралось специальное сельскохозяйственное устройство такое для выбивания зерен, называется цепь или молотил. И с помощью него крестьяне вот таким вот способом ударяли по зернам и, соответственно, из колосек выбивалось зерно. Здесь же в другом зале лекция о перьях. Так в период отсутствия посетителей экспозиции сами идут к народу. Сотрудники музея готовят ролики, которые затем разместят в сети интернет, чтобы ульяновцы во время вынужденного культурного карантина не скучали, а познавали родной край. Мы сейчас ведем переговоры с рядом нафостных порталов о размещении этих роликов у них. Мы предлагаем населению посмотреть наши сюжеты, не выходя из дома, и познакомиться с геологическим прошлым нашего края, с материальной культурой 19 века, а также с растительным и животным миром Ульяновской области. На сайте Крывеческого уже сейчас можно поучаствовать в виртуальной экскурсии по музею, прогуляться по залам и посмотреть экспонаты. К жизни в виртуальном пространстве готовятся и музыканты симфонического оркестра. Репетиции не прерываются, ведь по выходным из мемориального центра музыка польется в прямой эфир. Трансляции будут вести в интернете. Они будут вечерние, и мы оставляем это же вечернее время, воскресные концерты, вечерние в субботу, а также для всей семьи в два часа дня. Это будут детские сказки, которые мы будем представлять нашей аудитории. Это будет и по субботам, и по воскресеньям. Отдельно лекции и экскурсии, которые мы планируем делать, и из усадьбы семьи Ульяновых из дома Ленина. Симфонический оркестр начал серьезную подготовку к 250-летию со дня смерти Бетховена. Памятную дату во всем мире отметят 26 марта. Сейчас мы перешли на жесткий шестидневный график, вне зависимости от того, что есть рекомендации о переходе на пятидневку. Но я считаю, что для нас это время мы должны в первую очередь использовать как повышение собственного исполнительского уровня, а потом просто элементарно ознакомить с этими сочинениями наших слушателей. Все концерты 58-го Международного музыкального фестиваля «Мир. Эпоха. Имена» перенесены на конец 2020 года. В кассе можно вернуть деньги за билеты. Всю информацию о трансляциях, концертах и виртуальных экскурсиях можно найти на сайте Ленинского мемориала и в социальных сетях организации. Вас Сарасадина, Эдуард Истомин, Денис Миронов, Вести, Ульяновск.